здорово недавно я все-таки получил заказы на старте продаж redmi note 10 распаковка прошла успешно за исключением момента где я должен был нажать на заветную кнопку red на камеры и поэтому ты ее так и не увидел у меня на канале ну что ж тогда давай приступим сразу к обзору сразу хочу сказать что я не буду его рассматривать исходя из стоимости на старте продаж а буду реалистом вот он стоит сейчас 180 баксов и смотреть на него надо исходя из этой суммы и так что в коробке это макулатура скрепка для лотка традиционный халявный силиконовый чехол провод type-c для зарядки ну и сама зарядка на 33 латов спасибо не сэкономили внешний смарт мне понравился я брал белый он показался мне наиболее необычный торцы стилизованный под металл задняя крышка из матового пластика но наконец-то не будут видны портящую весь вид отпечатки да и блок камеры не сильно выпирает за пределы крышки так дизайнеры еще и постарались его выполнить так что он выглядит на больше чем стоит коротко побежимся по кнопкам на правом торце привычно расположили кнопку включения со встроенным сканер отпечатка пальцев рядом слегка люфтящая качек громкости слева полноценный лоток для двух симок и картой памяти лоток имеет прорезиненную часть которая намекает нам на присутствие влагозащиты и если ты думаешь что купаться с ним можно то спешу огорчить тут защита стандарта ip53 то есть от брызг и пыли дальше у нас сверху микрофон и к порт и динамик внизу еще один микрофон и динамик аудио джек на три с половиной метров тайп си разъем габариты телефона 161 на 74 с половиной при толщине 8,2 миллиметра вес 180 грамм и да в нем есть стереозвук о нем позже а теперь к очередной фишке этого смарта к экрану экран главное достоинство редми нот 10 64 дюйма amoled матрица чрезвычайно редкий гость в этом ценовом диапазоне а тут еще высокое разрешение 1080 на 2400 пикселей и отличные показатели яркости на ярком весеннем солнце проблем с читаемостью не возникало хотелось бы иметь настройках 10 минг но сяоми решила что и без него все будет хорошо поэтому шим начинает появляться где-то на 70 процентов яркости но скажу откровенно за неделю использования телефона мои глаза не намекали мне на усталость повышенной герцовкой нас обделили поэтому довольствуемся 60 герцами опять же могу сказать с уверенностью что кроме плавности интерфейса у 120 герцовых экранов мега плюсов не замечено производители по не торопятся подгонять свои приложения игры под повышенную герцовку а многие приложения и вовсе начинает поблагодарить на 120 герцах если кому интересно то на экране наклеена пленка верхние боковые рамки достаточно узкий а вот так называемый подбородок по бюджетному крупной надпись redmi отсутствует индикаторы удавлений не завезли хорошо что есть сервис он дисплей плохо что всего на 10 секунд цветопередача умолят экрана традиционно перенасыщенные и наш redmi не исключение мне нравится такая подача по цветам но есть много цветоборцев которые подавали естественный цвет но тут кому нравится девушки с макияжем а кто за естественную красоту под капотом у нас 678 дракон который по факту является перемаркированным 675 и поэтому отличия минимальные на 10 процентов прибавка по максимальной частоте и gpu на 7 процентов мощнее и программы на которых я проверял синтетику так и вовсе определяет его как snapdragon 675 про игровые замашки можно сразу забыть но поиграть все-таки можно средний низкие настройки графики и можно позалипать новомодные игрушки и только геншин импакт помахал мне 10 fps на низких настройках графики а вот о зоу и пзу порадовали скоростью своей работой наличие lpddr4x и уфс 2.2 и тк не это работа и все это великолепное на 11 ведре с оболочкой билай 12 пока это 1202 но вот-вот прилетит обновка на 1205 что-то новое про нее рассказывать маловозможно все уже обозрено вдоль и поперек лишний предустановленный софт можно удалить звук из динамиков не понравился стерео есть стерео а а Субтитры сделал DimaTorzok Играть и смотреть видосы одно удовольствие, а вот громкость разговорного динамика может показаться завышенной. Из-за особенностей конструкции верхнего динамика конфиденциальным разговор собеседником точно не назовешь. Приходится или использовать гарнитуру, или делать сильно потише, или бросить нахрен эти секретные разговоры по телефону. Есть еще одна особенность, связанная с разговорами по телефону. Это работа датчика приближения. Я хер знаю на каким принципах и физических лени он работает, но при тестировании в сторонних приложениях он не подает признаков жизни. А вот при разговоре чудным образом все работает. Икра тухнет. Ничего лишнего ухами нажимается. С GPS проблем нет. Навигация работает во всех режимах. И с интернетом, и без. Так, давайте посмотрим, что у нас с Яндекс.Навигатором. Холодный старт. Ну, в принципе, у нас тут, как можно заметить, ни 3G, ни 4G, ни Wi-Fi. Да, чисто на GPS работает. Ну, вроде похоже на правду. Так что с GPS проблем однозначно нет. Блок камер выделяется своей элегантностью и включает в себя стандартный до 2021 года набор. Основная камера, модуль размытия, ширик и макромодуль. Из полезного это использование модулей Sony в основной широкоугольных камерах. Все остальные представлены модулями OmniVision и Galaxy Core. В роли остальных выступают бесполезные 2-мегапиксельные макролинзы и сенсор глубины. Тут, как говорится, больше камер богу камер. Рассмотрим 48-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Днем вопросов к камере у меня не возникло. Ширик традиционно мырит по краям, а вот основная камера делает отлично и четкие фото. По умолчанию фото делаются на 12-мегапикселях. На режим 48-мегапикселей надо переключать принудительно. В основном его предназначение это кроп какого-либо участка на фото. Лучше кропнуть 48-мегапикселей, чем фоткать на цифровом зуме. Но с 48-ми мегапикселями не работают многие улучшалки, ну типа ночного режима. Вечером лучше положиться на 12-мегапикселей. Автоматику и искусственный интеллект, чем на большее разрешение. Причем ночной режим мне понравился меньше. Портретный режим, сложные фото, частенько ошибаются с размытием. Все бяхи неплохие. Сейчас складывается такая ситуация, что днем при хорошем солнце сложно отличить фото на флагман от фото на хороший бюджетник без кропа. И нот 10 не исключение. При съемке видео Xiaomi опять традиционно наступает на свои любимые грабли. Да впрочем, что я тебе рассказываю. Вот, смотри. Так, это у нас 1080p 60fps. Проверяем, как работает автофокус. Он по традиции работает не как в этом режиме. Да. Ау. Хрен там плавал. Не, с автофокусом тут все сложно. Xiaomi традиционно обосралась. А теперь давайте проведем видео в движении 10, 80, 30 fps. Сейчас посмотрим, как пишет картинку и как пишет звук. А заодно и автофокус. И автофокус тут работает нормально. Но, как вы видели, 60 fps. Он включает деменцию и забывает, что вообще надо куда-то настраиваться и работать. Это видео пишется на переднюю камеру телефона Redmi Note 10. Режим стабилизации включен. Иду сейчас вот по ступенькам. И, в принципе, я так понимаю, что все прекрасно отрабатывает. Ну, в плане видео мне все нравится. По автономности вопросов не возникало. Аккума на 5000 мА хватает на 2-3 дня при средних нагрузках. Заряжается от комплектной зарядки очень быстро. До сотки всего за час двадцать. А вот отсутствие NFC слегка портит лично мое впечатление. Хотя есть целая каста людей, которые от карты не светят. Ну, тут или шапочку из фольги, или там такие деньги на кону, что это явно не про бюджетный сегмент. Теперь давай подытожим. Xiaomi выкатила нам очередную бюджетную новинку из разряда топ за свои деньги. Да, многим не понравится AMOLED экран из-за шима. Найдутся и те, кому без NFC жизнь не мила. Но большинству понравится сочетание дизайна, железа и денег, потраченных на покупку. На этом все. Все ссылки в описании. Я в комментах. А? Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok